Есть версия, что европейские лидеры не поддержали решение Трампа по Иерусалиму, потому что боятся, что в их городах начнутся протесты мусульманского населения, в том числе турецкой диаспоры. Как вы оцениваете эту версию? Насколько эти страхи оправданы? Правильно, оправданы эти версии. Надо учитывать, что во всех больших городах Турции прошли такие же акции, почему-то не показали, хотя вы, может быть, считаете Турцию не европейской страной. Мы размышляем еще об этом. Ну да, пока размышляете, во всех турецких городах, не такие, как и умеренные, а намного жестче прошли акции протеста против такого решения. Я тут хочу успокоить туркофобных экспертов армянской и сирийской национальности, которые немножко уменьшали роль Турции. Успокойтесь, успокойтесь. Когда я говорю, молчите. Уважаемый, когда я говорю, молчите. Когда я говорю, молчите. Тихо, 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 тихо. Вот, вот, вот. У тебя проблемы? Хочешь проблем? Успокойтесь, у вас проблемы. Когда я говорю, молчите. Давайте соблюдать спокойствие. За языком следи. Коллеги, уважайте друг друга. Слушай, ты же интеллигентный человек. Я как-то говорю. Давай словом, не кулаками. Словом, не кулаками. Коллеги, а к вам просьба. Когда говорить, не перебивайте. Я вообще молчу, что вы на меня смотрите. Давайте вот не будем. Вот. Пожалуйста. Так, после стаяни. Станьте, пожалуйста, ближе ко мне. Так, уважаемые. Коллеги, закрыли эту тему. Уважаемые, успокойтесь. Тогда, когда, когда, когда мы её тему, я вас прошу. Оскорбляйте, я могу молчать. Значит, уважаемые, вы не украинские политологи. Политологи, давайте вести себя по-европейски.